Привет, друзья! Сегодня я хотела поговорить просто о том, что происходит с людьми на планете. Но больше даже о тех влияниях, которые мы все ощущаем. И тема такого простого разговора, простого общения, когда без подготовки, без какого-то листа, где написано все, и ты подсматриваешь на него, и знаешь следующий пункт разговора, следующий пункт того, что о чем я скажу, будет такой-то, такой-то. Нет, здесь прямо вот спонтанно все. И пришел такой вопрос после общения с близкими людьми, близкими подругами по духу. Нужен ли тебе гуру, человек, который тебя ведет? Когда-то, много лет назад, когда я жила в Индии, в большей части моих друзей у каждого был свой уже выбранный гуру. Чаще всего индийский учитель какой-то, у которого есть ашрам, школа, ученики, практика, определенный стиль, образ жизни, определенное питание, определенная одежда. Все атрибуты как бы духовной школы. Ну и я намного младше, моложе, чем сейчас, по годам, но энергетически я сейчас намного сильнее, мудрее. И я себя чувствую моложе сейчас, но по годам была намного моложе тогда, и, конечно, было любопытно, и я тоже думала, так, мне нужно найти своего гуру, тем более, что, ну как же, я живу в Индии. Скорее всего, я для этого сюда и приехала, чтобы его найти и исследовать, и получить знания. Вот, и я тоже ездила по ашрамам, я тоже старалась встречаться с гуру, вот так вот непосредственно пообщаться с ними, и там Ширишави Шанкарой, Амма, и какие-то менее известные индийские гуру, с огромным количеством ритуалов, по святым местам индийским. А детство я провела в монастыре, в Покровском монастыре, в городе Ходьково. Ну, конечно, я там не жила, в монастыре, но после школы я сбегала туда, и там был мой мир. Выходные дни тоже, в воскресной школе. Я пела в хоре, изучала церковно-славянский язык, участвовала в, как человек, который пел, частные службы, крещения, и что поминали меня о усопших. Один раз меня на крещение призвал батюшка, да, петь. Мы много путешествовали, тоже был очень красивый духовный опыт, мощный, которому я очень благодарна, и благодаря этому опыту я нашла в тот момент то, что мне нужно было в этом мире, потому что мне никогда не было интересна материальная какая-то история, добиваться каких-то материальных успехов, накапливать какие-то материальные вещи. А всегда было интересно, кто я, зачем я пришла, что такое жизнь, что такое смерть, что самое важное здесь, и что после смерти, и что после жизни. И вот это мне намного больше было всегда и сейчас интересно, чем какие-то материальные вещи. Вот, и будучи в Индии с тем же ощущением того, что я в поиске, да, в поиске своего гуру, в поиске мира, духовного, в поиске знаний, я тоже должна была найти своего гуру, своего учителя. И, конечно, я путешествовала, как я уже сказала, делала разные вещи, практиковала разные мантры, разные конфессии, разные философские школы. Был большой период у меня в тантрической школе, потом Шишеви Шанкар, потом какие-то Искон, Вайшнавы, да, и весь этот опыт прекрасен, прекрасен абсолютно. Немножко кабала, немножко того, немножко сего. И к чему я пришла сейчас, да, мне сейчас 42 года, наверное, с 5-6 я стала искать Бога внутри себя и вокруг. И я хочу сказать, что не всем, наверное, осуждено встретить своего гуру в этой жизни. И, может быть, это неплохо и нехорошо, потому что всегда говорят, если кто встретил своего гуру, это самое великое счастье. Скорее всего, это так и есть. Но я могу сказать, что быть просто и понимать, кто ты в этом мире, и что ты здесь делаешь, это тоже большое счастье. Без гуру или с гуру. Можно также не понимать ничего, имея гуру. И наоборот, ещё больше потеряться, быть потеряшкой. Ещё больше, чем когда ты с гуру. Да? То есть это всё очень однозначно и всё индивидуально, очень-очень индивидуально. Для каждого человека абсолютно разная своя какая-то картина жизни, взор жизни. А что я могу сказать про свой опыт духовный? И сейчас только осознанное, абсолютное понимание на сегодняшний день. Конечно, оно должно расти. И, конечно, нужно развиваться с каждым днём. И через, может, полгода я скажу, что это понимание было только начальным. Я буду рада этого. Но сейчас, насколько я понимаю, что осознаю себя как человека, женщину, живущую с этим миром полностью, связан с этим миром вокруг. Мир дышит через меня, через клетки моего тела, через песню моей души, через голос моего внутреннего интуиции, внутреннего мира. Всё, что происходит вокруг меня, я могу принимать с любовью, могу эмоционировать, я могу наблюдать, могу отсторониться, да, и смотреть со стороны, могу вмешиваться и давать свой огонь жизни, в ней быть очень активной. И всё этот танец, который я люблю смотреть, которым я люблю участвовать, и все знания, которые когда-то я собирала, как пчела с разных цветков, в какой-то момент они все определились в какой-то красивый узор, написали свою собственную картину, в которой сейчас я живу. Конечно, эта картина постоянно дописывается, постоянно эволюционируется, постоянно что-то можно изменить, поменять и сделать снова. Не в плане поменять своё прошлое, а в прошлое надо принять, да, и сделать выводы. А в плане того, что посмотреть на это со стороны, как на карту местности, и удивиться, как она прекрасна, эта карта, как на самом деле удивительно Бог всё организовал и сделал для тебя, как на самом деле каждая ситуация, каждая волнительная история в твоей жизни, которая эмоциональная и принесла сильные судьбоносные отпечатки, она важна, и она была идеальна для тебя. И так, как она прошла, даже если это было не так красиво, как хотелось бы, если ты это примешь, ты как бы высвободишь оттуда энергию для сегодняшнего дня. Примешь и... Примешь, как бы принимая мир, жизнь, и ты часть этого. Принимая как целое. Принимая как то, что идёт дождь, например, или светит солнце. И так же принимать своё прошлое. Говорят, да, что те, кто знают своё прошлое, свою историю, они могут лучше управлять своим будущим и находиться в моменте намного честнее. В 10 сейчас. Это всегда говорилось про культуру, про страны. Я занимаюсь символами древних стран, культур, символами, которым тысячи-тысячи лет. И делаю о них... Не только пишу картины, но ещё и делаю видео про символы. И в данный момент я очень хорошо осознаю, насколько они важны, эти символы, и насколько они нас обогащают. Они все в нашем спинном мозге, памяти поколений. Неважно, как мы к этому относимся, они всё равно на нас влияют. И продолжая изучать символы, продолжая изучать мудрость древних, я осознаю, что... Хочу выразиться прямо так, чтобы был образ Нейда и передать тебе. Я осознаю, что я этот океан жизни. И этот океан жизни со мной, я в нём плыву. И он прекрасен во всех его проявлениях. Я желаю тебе начать следующую неделю с принятия себя, с принятия своего прошлого. и для этого тебе не нужно делать миллион практик, постов и поклонов. Сейчас всё достаточно быстро происходит, намного быстрее, чем раньше. Ты просто осознай это. Это просто произойдёт в тебе. принятие себя в этом мире. И себя как мир. Принятие своего прошлого, своего будущего, своего опыта и самого себя. Обнимаю.